Три, два, один, старт! Кросс-кантри-велогонки Коломенские овраги собрали участников со всего юго-востока Подмосковья. 70 любителей спорта боролись за звание лучших на пересеченной местности на дистанциях 40, 20 и 10 километров. Элемент неожиданности и экстрима внесла погода. Сильный дождь прошел накануне гонки. Это добавит немножко сложности, особенно на скоростных этапах и поворотах. Я уже ее сегодня утром проехал. В одном месте даже была лужа, а в остальном вообще все шикарно. Некоторые элементы усложнили. Спуск с горочки сейчас, спуск в этот овраг, который будет, он немножечко сложноват. Получается скользко еще. В итоге Сергей все-таки с трассой справился и занял второе место на дистанции 20 километров. Первое место осталось за Алексеем Максимовым, который в Коломенских оврагах побеждает не в первый раз. Так мы вообще с Воскресенских минеральных удобрений. У нас там культивируется спорт, всегда поддерживается. И колбочками всегда с нами. Наш химкомбинат всегда во всех районах участвует в мероприятиях. Также каждый месяц проводит у нас на комбинате разные спортивные мероприятия. Поддержим здоровый образ жизни. Культивирует спорт не только у своих сотрудников, но и у всех жителей района. Предприятие выступило партнером серии «Коломенские овраги». Вклад комбината отмечает и идейный вдохновитель, организатор гонок Евгений Коломин. Огромное спасибо хочется сказать нашим партнерам ООО «Химкомбинат», которые помогают нам, всячески поддерживают, которые оказывают огромную поддержку, благодаря которым мы приобретаем вот этот инвентарь. И у нас появляется вот такая инфраструктура, которую мы будем развивать в дальнейшем все больше и больше. Благодаря им мы развиваемся гораздо быстрее, чем могли бы сами это делать. На дистанции 40 километров воскресенцам славу снискать не удалось. Призывая тройка, вышла сплошь столичные. Золото у Леонида Малышева. А вот на дистанции 10 километров сразу двое наших земляков показали себя. Иван Пугин пришел первым, а Анатолий Хатяков финишировал третьим. Ребята, мы рискованы. Мы немножко притормазываем, а потом напрямых ускоряемся и добавляем. А тут уже финиш рядом. Местами сыровато было, конечно. Тяжело подъемы и технические участки проходились довольно тяжело. Но в целом хорошо, не жарко. Прошел прямо на дом дыхания. В этом году специально для юных велогонщиков коломенские овраги открыли дистанцию на 3 километра. Среди девочек быстрее всех Мария Манаенкова и Варвара Иванова. У мальчиков Даниил Молосов стал первым. Николай Лисовой занял второе место. Сюда же трудно было ехать? Ну да, так, трудно. Ты нигде не упал? Нет. Он целый месяц, когда-когда-когда мы тренировались. По трассам. Вот здесь еще здесь обалденные трассы. Так что устроителям ура! Впереди еще несколько этапов серии «Коломенские овраги». Это бег на 5, 10 и 20 километров, веломарафон и дуатлон. Александр Иванов, Руслан Полянин. Новости Искровект.